Все большую значимость в современном мире набирают не только правовые институты и защита прав граждан, но и их экономическая грамотность. Эти знания позволяют человеку хорошо ориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах и принимать верные решения. В мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» состоялось закрытие месяца финансовой грамотности для жителей Тверской области. Благодаря современным технологиям мероприятие, рассчитанное только на наш регион, превратилось в акцию федерального масштаба. Последнее мероприятие месячника стартовало с пич-сессии «Компетенция 21 века. Как финансовая грамотность влияет на качество жизни населения». Основным спикером стала заместитель председателя регионального правительства Марина Поттихова, которую возглавляет и профильное министерство. Аудиторией, состоявшей из учеников общеобразовательных учреждений, она рассказала о программе «Школьный бюджет», заработавшей в прошлом году. Непосредственно школьники, как правило, это ученики 8-11 классов, уже принимают решение, что бы они хотели в своей школе изменить, как бы они хотели ее улучшить. И пытаются реализовать этот проект, как раз на который направляется финансирование со стороны регионального бюджета и местных бюджетов. Ученики внимательно слушали министра финансов, отмечая, что умение распоряжаться деньгами нужно даже в их возрасте. Например, теми средствами, что родители выдают на карманные расходы. Мне мама дала деньги карманные, я потратила их на игрушки, хотя мне надо было купить новую канцелярию. Везде нужно уметь распоряжаться деньгами, чтобы всегда были остатки на черный день. Обучение финансовой грамотности уже со школьной скамьи дает необходимый базис. Учат людей разумно распоряжаться собственными средствами, отмечали представители центра банка. И речь не только об элементарных покупках. Сейчас, благодаря интернету, многие пытаются заработать на биржах. И полученные уже в юности знания могут очень даже пригодиться и во взрослой жизни. Чтобы подойти к системных проблеме, чтобы понять, что это такое, как этот инструмент работает. А может вообще и не стоит в этот инструмент вкладываться. А может стоит проще купить там облигацию, а не акцию. Может не надо на Форекс бросаться, чтобы валюту покупать. А достаточно просто пойти в обменник и купить и поменять валюту. В месячнике активное участие приняла и федеральная структура Ассоциация развития финансовой грамотности. На протяжении пяти дней ее эксперты проводили вебинары на темы признаки финансовой пирамиды, как выбрать банк и по другим проблемам. Данные мастер-классы посмотрели более двух тысяч человек. Причем далеко не только из Тверской области. Наша задача была в этом месячнике, первое, это, конечно же, федеральные эксперты, которые могли и рассказали контент, интересную, правильную информацию для населения Тверской области. И при этом еще подключив, вроде как, месячник Тверской области, но при этом принимали участие из более 70 регионов. Всего в течение месяца, начиная с 8 сентября, в Тверской области прошло более 20 комплексных мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности всех возрастных категорий населения.